27 января мэр Магадана Юрий Гришан ввел чрезвычайную ситуацию из-за большого количества бродячих собак. В городе проблема бездомных собак стоит очень остро. Как бороться и что предпринимать по отношению к ситуации с бродячими псами, Вечерний Магадан узнал у жителей областного центра. Надо обратиться к зоозащитникам, которые их защищают. И предложить им этот вопрос. Что нам делать? Вы защищали бродячих собак в свое время. Теперь у нас получились в Магадане инциденты с детьми, женщинами и так далее. Нехорошие инциденты. Возникает вопрос, где зоозащитники? А какое ваше личное мнение? Личное мнение мое такое, что этим должны заниматься компетентные органы, которые в настоящее время почему-то отмалчиваются. И спрашивают мнение общественности. Вместо того, чтобы заниматься тем, чем они обязаны заниматься. Защищать народ, защищать общественность Магадана. Надо людей. Гнойный гнид, который кидает своих псов. Вот, допустим, мой Джек. Он был найден 12 лет назад под машиной с щенком со сломанной лапкой. Какая-то гнида знойная бросила новорожденного щенка под машину. Ну, не под машину, в общем, бросила. Так кто виноват? Мой Джек или вот этот человек? Ну, раз уж собак уже очень много развелось, что с ними делать? Каждого хозяина ведь не выловить? Развелось от того, что, я повторю, это не люди, это гнойные гниды. Отдельно их или держать в этом самом, сделать, чтобы они, так бы сказать, в куче были, как оно называется, питомники. Питомники, наверное, питомники переполнены. Тогда какой выход? Ну, точно не применять меры, которые, не знаю, могут как-то навредить. Надо, чтобы люди брали ответственность на себя, когда берут домашних животных. Чтобы они их на улицу не выбрасывали. А когда уже это случилось, то, конечно, я считаю, что их надо хотя бы порастерилизовать. Дальше она уже поменьше будет уже вреда наносить окружающим. Хотя бы не будет плодить себе подобных. Продолжение следует...